Но и взрослым регулярно нужно напоминать об опасности на дорогах, например, к чему приводит выезд на встречную полосу. И нет, это не штраф, а очень тяжелые и мучительные травмы порой и человеческие жертвы. В Иркутске и прилегающем районе с начала года уже 8 человек погибли, оказавшись на встречке. Подробнее о ситуации далее. Нет терпения ждать. Да и полоса рядом свободная. Ну и ничего, что она для встречного потока. Так, видимо, порой думают автомобилисты Иркутска и выписывают опасные маневры. А результатом такого безрассудного действия может стать поездка в больницу или даже на кладбище. Только в столице региона и в Иркутском районе с начала года из-за выезда на встречную полосу произошло почти 30 ДТП. Травму получили 54 человека. 8 погибли. Из них двое – это дети. Характер травм у пострадавших обычно очень тяжелый. При лобовом столкновении можно ранить грудную клетку, сломать ребра, таз, получить ушиб внутренних органов, в том числе сердца и легких. Чтобы избежать таких страшных последствий, достаточно соблюдать правила и не выезжать на встречку, тем более там, где это запрещено, о чем кричит сплошная линия разметки. Порой она не останавливает водителей. Так в Иркутске проходит рейд. Сотрудники ГИБДД скрыто наблюдают за автомобилистами города. И тех, кто пересек черту, то есть сплошную линию, штрафуют. Но это не главная задача. Важнее напомнить, чем опасно такое нарушение правил. Дарья Ивазова, Юлия Шинкарюк. Новости по будням.